ну что я опять с вами и вторая часть видите дочура моя мои дети впереди паровозы впереди всего переди всех видео они дочура подошла и сказала мама это срочно вот они уже знают то есть даже вот на самом любом там месте я могу прервать и вот видео потому что мои дети идут впереди всего и потому что потому что дети я их не делала господь каким-то чудом благословил те семена у меня в утробе и помогал всеми силами моей дурной башке если я говорю своей невестки в дури сколько не дай а ей все мало от я же и к себе то же самое и смотрите если проповедовать то что вот как живешь вот жить то чем проповедуешь я себя именно вот к этому и отношу вот к бывшим дурам я очень надеюсь что я уже начала умнее как увидеть умеешь или нет как дура умнеет или нет а по плодам смотрите по плодам спросить у детей моих младших то что у мой старший допустим я спрашиваю уже многое может не помнить дело в том что самая тяжелая беременность у меня было это с ним вторые беременности были тоже не подарки это я к тому что 9 месяцев ребенок вот мой артур например и я находились вот там в утробе материнской я не знаю в чьей утробе находилась я всю жизнь думала я еще с прошлого года вот я посмотрела одно вот это видео с прошлого года знаете что хорошо что она все сохраняется она сохраняется я там не подписывала у меня уже больше 3000 видео но она все есть будет время я их многие пронумеровала но вот последние два или три месяца я даже прекратила нумеровать они потому что в день я могу поставить там по 10 15 20 видео я не успеваю то есть если я буду вот так вот тщательно делать и нумерацию и так далее и вот тому подобное а что моим детям останется а мои дети это подарки от господа вот если мне говорят люди плохая мама знаете что меня успокаивает они не боги только бог мне может поставить претензии что я плохая мама только мама только бог люди могут подсказать а я могу подумать потому что люди понятия не имеет ни мои мысли люди не имеют понятия не ваши мысли даже вы можете говорить под влиянием чьих-то подшива ангела который сидит на левом плече вот и пиратом одесса а его не наденял сака это его вода даниил у меня в пять часов муж его везет на сокер мы уже съездили с мужем сегодня кстати воскресенье я сегодня молитву провела у даниила в комнате было очень интересно я ему дала выспаться сколько он сколько хотел потому что вчера он был на вот этих вот field days в прошлом году я ставила вот в этой блузке а вот вот этой штучкой я говорила что я не пошла на field days мне не было не до этого в прошлом году у меня смотрите только господь может вот господь вот четко вложил вот эти вот мысли только он вот мы говорим все духами он мне сейчас вложил вот он мне напомнил что я только буквально вот вчера год назад но вчера закончила молитвы 40 дней о своем брате покойном а вчера было вчера была суббота я говорила люди молите за своих по своему роду и я сегодня молилась я сегодня пошла к даниилу в комнату утреннее правило вот это вот домашняя церковь как я называю и я промолилась на английском языке он все эти молитвы смотрите она уже вкладывается в ребенка у меня дети когда маленькие были даниил и дженнифер у меня даниил плохо спал и дженнифер там были проблемы в общем я когда перешла в православие и я стала читать молитвы на английском вечернее правило и вот после вечернего правила уже у меня вот когда я учитывала дети у меня засыпали просто как ангелы и они у меня когда я только перешла в православие они у меня в одной комнате были начали вот в этой жили я их здесь вот вычитывала потом пошла потом их как раз разделила то есть они у меня взрослеть стали и у меня руки дошли так сказать до ремонта потому что я здесь несколько ремонтов понаделывала вот этот цвет этих стен уже 2 вначале был коричневый я сделала коричневый когда сюда пришла здесь было как больница ты все было такое бледное вот никакое не люстра не было просто была какая-то вот лампочка ильича и может это то есть не цветов не было его это не интересовало он у меня весь атлетический у меня весь спортсмен и даже когда у него не было сына он просто у тренировал племянников своих семья то огромная и он весь вот-вот знаете как вот не грех а римляне которые сдули все у греков и у которых культ культ тела у меня тоже такой весел полон у меня такое было то что когда еще я же не собиралась замуж вот 15 лет назад я не собирал 16 лет я вообще не собиралась никогда замуж ну как теоретически я их не искала то есть это вот женщина мне подарок на день рождения сделала зарегистрировала и вчера еще когда мне муж повел вот на ярмарку и тут я как-то вспомнилась ты ему на вот на феррис вел это колесо обозрения а у него с регулярным аппаратом у него плохо он может только вот на феррис вилл пойти а вот на эти вот на качели карусели вообще не может сразу плохо становится то есть летчиком он бы и личикам испытателями что-то вот такой вот он бы не мог быть хотя в самолетах он летает нормально а затем он мог бы он бы не смог бы плавать категорически вот у него его укачивает морская болезнь вот морская болезнь а у меня проверено это же нужно проверить это нужно попасть в шторм вообще я не знаю можно ли к этому привыкнуть вот понятия не имею но у меня с этим все было в порядке просто идеально потому что я проверенная попала в первый шторм на этом на круизе это изумительная история мне кажется это был нахимов за полгода до того как он затонул потому что затонул он я не удивлюсь если вы а это уже было последний день августа это было 31 августа как раз встать учишься август и еще я говорила эти дни что август важно когда ты родился и когда ты зачался тоже потому что люди которые родились в августе они были зачаты в декабре если был полный терм а мой бывший муж он семимесячный валентина она восьмимесячная валюша а мне говорили вот врачи в той стране у неё на то есть через ту сторону океана говорят что восьмимесячных тяжелее выхаживают самое интересное я мне это тоже говорили тоже вот эти вот сказки были рассказки что семимесячные легче выживают а восьмимесячные потому что что же там с дыханием вот и и она мне вот когда валюша ради я узнала три года назад когда познакомиться на мне это сразу сказал что она вот должна была в декабре как раз родиться у нее же 31 представляете она должна была родиться 31 декабря то что она родилась 31 этого вот ноября смотрите аж у наибрия 31 день ну на хэллоуин она просто родилась а должна была месяц ее мать не доносила дело в том что вот эта вся мистика она все они из проста все что с нами происходит она все неспроста неспроста просто есть люди которые не обращают на это внимание себя там плачут а я и не только плакала но и пыталась пройти вот это вот не знаю как найти как напролом и время почему-то вот выбирала сложные пути но у меня возможно по-другому не получалось ведь господь попускает у него есть план у бога есть бога ислам вот это вот чудо вот это чудо возможно дьявол задумал убить моего мужа если не мог подступить ко мне а три года назад три года назад я начала рассказывать про эту вот про про ковид и что как раз вот когда мама его вот в июне сломала шейку бедра я это случилось в этой вот в доме для престарелых и мы никто не туда не мог войти никто то есть семья большая детей много все как-то приходили там смотрели как за нее да и за ней там досматривают вот и а там вообще все было закрыто и у нее вот это случается травма и ее детям разрешили забрать потому что даже и не разрешали забирать этих вот а ну старичков даже больных даже домой а тут вот разрешили она как-то в больницу попала вот с этим переломом и тут ее из больницы с переломом шейки петра ее и разрешили пойти домой вот она находилась неделю у этой вот с 1 июня 2020 года а это все пандемия и вот неделю она находилась у сестры и мы там все приезжали у нас это вот и мы с детьми больную мы с мужем с детьми тоже я там многое очень открыла увидела то есть да я внуки это одна из сестер стива с которой у меня чуть ли там не до драки может вот ее внуки а дело в том что у даян она единственно кто родила девочку потому что у них семье марта или одни мальчики вот-вот-вот представляете как как заклятие было одни мальчишки у нас тут есть семья вот там где вот куда куда этих брукнеров я ходила церковь и куда у меня артур ходил в общем там одна семья адам и аманда мадам и аманда у них семеро мальчиков и ни одной девочки у стива отца две девочки и этих вот шесть мальчиков было еще двое усыновленных то есть девочек не было у них вот не было а папа стива пришел и семьи где были одни девочки то есть а остальные все но вот он рос со всеми девочками он там один мальчик был то есть он не видел как вы знаете когда есть больше мальчика больше девочек как-то вот а то он был вот над ним просто тряслись что он один мальчик а там все девочки то есть все девочки пахали кучелки вокруг него это мое предположение потому что я не знакома со стива отлом вот но он вырос таким этим вот приказы отдавал ну такой деспот очень диспотично очень диспотично здесь все рыдали от него все боялись у него пошли одни пацаны просто одни пацаны 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 потом вот появилась вот это вот даян и денис она худенькая но денис она помладше а даян она поспокойнее и возможно и вот их из них как бы трафик делали только денис у нее такой вот дух как у меня противостоять она сбежала из дома а даян не сбежала но внутренность у нее дух папочки тоже папочки и вот она рулит вот затем пихает свой нос вот это мое личное дело пихает свой нос везде во все дела за собой вообще не следит вот за внешне за собой не следит на нее посмотришь но я не знаю с какого с какой мусорки она сбежала слушайте я ничего не имею против но это прежде чем ты начнешь кого-то обсуждать обсуждать и не просто обсуждать не тех кто по крови вот она не обсуждает не своих братьев она не обсуждает братьев и сестру она все это держит вот в тайне вот все что касается ее родственников по крови вот именно по крови она хранит секреты а все что касается этих вот и но в законе в законе именно вот те которые там жены какие-то ведь у моего мужа я уже вообще четвертая жена если мне там и вчера вы на ферресвилл я говорю ты знаешь это вот муж вообще-то я тебе подмигнула подмигнула это wing wing то есть первый шаг был мой каким образом пришла эта знакомая мне сказала что оксана вам нужно замшуете я подумала что это такая я не знаю она говорила на меньше сказал что на все уже зарегистрировала меня не сказал что я вандерфул вот а этот фильм смотрели ванды вот вандыр это чудо про мальчика она им вандырфул и все больше ничего и мы достали но нам показала перед пыше я же не знала не сайты ничего и она мне показала вот список там допустим эти мужчины которые именно были в тот момент на сайте я говорю мужу я же не только тебе одному подмигнула я многим подмигнула и в ответ было где-то 80 процентов не подбегнули в ответ вот wing back значит там такая вот система ты выбираешь этих вот и там есть можно мессич написать а можно просто вот подбегнуть вот это как идешь по улице и вот взяла и кому-то подмигнула я или кого-то поприветствовал в таком плане это именно wing это подмигну то есть ничего это просто вот знак какой-то знак подала на в интернете то есть я уник и смотрите есть же три процента то есть три процента это если и сотни сотни ты подмигнула и 3 тебе подмигнули назад то это замечательно это запомните а если а у меня до того высокие стандартные были ходи хоть я это воровед но я вообще это вот не знаю я не знаю откуда у меня такие вот стандарты кстати у моего артура то же самое потому что он опускает руки он я могу говорю три процента помни же три процента и сотни работ нужно подать вот если ты подал найти это именно тот кто продает а я продавать не умею я всегда вот заявляла я не умею продавать и не не продавать я хорошо умею покупать но я не умею продавать а там нужно знаете вот ну как бы напролом лицо кирпичом и помнится за три процента уже если ты сточок сто людям предложил и тебе три согласились то это хорошо то это очень хорошо вот вот а мне быстро надоедает у меня такой высоченный процент что мне это вот я у меня мама называла предполагаемая торгашка вот и торгашка не так я торгашка в смысле купить что-то торговаться но не продавать у меня вообще нету таланта продавать нет у меня таланта продавать я не умею не давать эти вот таких указанок наказывают учета там вот не получается это моя мать это моя мать она не сказала только посмотрела на меня и все и у меня уже знаете вот холодела кровь в жилах такого давать я надо говорю смотрите сколько я уже тем подняла за этот вот мама его умирает то ли 6 то ли 7 июня и это как бы вот я говорил что у меня как бы святая своя появилась вот на небе им причем не у меня а как бы у моей дженнифер потому что и но больше дженнифер потому что прям на это вот это в сочи был и а джиночку дженнифер прям он буквально мама умерла там один или два дня ну вот буквально она и дженниферу кусает оса значит пчела в рот в рот или язык или губу а здесь они кусаются это жуткая боль и в общем вот вот именно у нас тут пауки и эти осы ужасно я стала молиться я помолилась и я взяла а полотенечко ее и привык положила лео туда и приложила губе и помолилась вот подошла просто как ну и говорю мама ты вот мама ты как святая а вот и вот у дженнифер потому что она твоя младшая внученька и она по крови помоги его не вот вы поверьте мне у нее все прошло вот губа прошла никакой не ребенок стал абсолютно нормально но у меня вообще чудо ребенок потому что дженнифер у нее пальцы в этот вот если я и серии невезучих было то есть мне в каком смысле невезучий невезучий тоже то голову чуть не пробили но там в миллиметре от виска была дырка то есть я на ту цвет не попала но если я падала я ломала руки она вставила вот так получилось что она попала у нее рука в дверь и причем у нас металлическая вот эта дверь она но она настолько захлопнулась я думала пальчиком все все нужно вот сломаны все это это просто чудо это когда нашу совсем маленькая была то есть просто это не просто а вот изумительные чудеса но я вот именно вы знаете вот держалась и благодарю за все господа и к то я еще ржала артура то есть я говорила вот за все тебя господи благодарю но тогда я еще не называла конкретных имен и я вот в начале видео первое часть и говорил что я разговаривала с господом вот просила господи поговори со мной вот если начинался дождь господи поговори со мной и вот от зависимости от того сильная дождь там гром или это вот-вот господь мне проговаривал вот я вот вот так вот или по ветру или вот когда бабочка вот как раз бабочка там села на меня и а я подумала вот эти как привет с небес а это как раз например было вот ровно там годовщина когда мать перешла на тот свет и прошлом году тоже ходила вот а румор это говорили что не будет уже вот в этом году не будет лилдей вот этой вот ярмарки не будет а у нас же как раз ярмарка посмотрите у нас как раз река вот как тибор то есть конец конец деревни и уже начинаются поля только не поля решения у нас а у нас маленький этот вот аэропорт здесь других деревнях нету аэропорта у нас именно и частные и вот с левой стороны вот это вот аэропорт с маленькими частными этими самолетами а с правой стороны но это очень дорогое удовольствие а с правой стороны этот вот частные тоже тоже все частная частная земля на которой они разрешают вот эту вот ярмарку устанавливать и пару дней назад я была как раз в среду я пошла в банк вижу меня дочура заказала эти кроссовки 160 баксов и 162 и кажется там фиши ночью с кем кажется в общем я не пошла в банк проверить как можно вернуть эти деньги как разобраться вот и я там там меня уже все знают что я говоруха и никто же у всех очень интересные судьбы и там начальница одна говорит я буду на тишь будет последний год вот это ярмарка на говорит ну еще неизвестно потому что еще не нашли то есть кстати сейчас мои дети дженнифер я отвезла опять на ярмарку на там еще с одной подружка поехала вот они еще там а я сегодня на ярмарку не пошла я пошла только вчера и у меня развалилась голова в прошлом году я вообще не пошла потому что я писала что я только что закончила молитвы 40 дней за моего брата который вот я вычитывала каждый день акафисты сергею радонежскому и сегодня ночью когда я проснулась и сегодня утром я слушала православные лекции я слушала что бесноватые люди которые вот бесноватые которых мучают читать псалмы у одной женщины девочка была и это нас по-настоящему вот батюшка один рассказывал и сильные и припадками мучил мучил рогатый и внутренние сильные припадки были они пошли хотя они исповедовались они причащались но припадки были очень сильные батюшка сказал каждый день семьей вычитывают по 40 раз 90 псалом 90 псалом по 40 раз представляете я вот начала зрите я здесь 22 минуты говорил еще первая часть господь ведет вот господь ведет и сейчас вот ветерок пошел вот это вот прохладный такой знаете такой приятный освежающий это только господь это только господь если вы войдете в господа войдете в господа ничего не указываемого просто доверитесь поплывете по течению вот и господь меня веди я полностью тебе доверяю только называйте отец индук святой и святые не отказывайтесь не не насмехайтесь никогда не шутите с господом потому что если говорить это иисус приди ребята вы не знаете что просите вы не знаете земля развергнется вы провалитесь вот иисус пришел 6 февраля этого года 6 февраля сегодня 6 августа это ровно 6 месяцев ровно 6 месяцев 6 февраля вроде землетрясения в турции а турция это у нас что было турции это сейчас страна турция это простите было византия это был константинополь это там этого и ефесяне ефесы там вот эти все статуи были и там жила пресвятая богородица там же святой иоанн и теология богослов и пресвятая мария магдалена и вот если за три года мы и посмотрите моя невестушка ничего о вере христианской мне не рассказала ничего знаете что только делается только противостояние я говорю а мне говорят б я говорю бы мне говорят и простите меня кто вообще пришел первый в каком доме я нахожусь я не пришла ваш дом и не стала командовать я меня пригласили в их не дом я пошла и я ушла в слезах мало того я когда стала рассказывать а рассказывать я стала вот только три года назад изменяющую делают дуру из меня тут папа сделать дура не меня заблокировали посмотрите блоки это же те же камни и сегодня утром меня муж спрашивает а что валюшина сестра в джорджии и говорю да она он говорит что на семью я говорю да с мужем и с детьми этот вот ну никифра я говорю а ты знаешь что она меня заблокировала я учесть не никогда не разговаривала я не с ней не выясняла отношения то есть момент когда я стала я стыдила ее мать наташка наташка меня младше там больше чем на 10 лет и стыдила мужа ее я говорю что вы устроили такой кошмар это это я еще не знала все правды я еще не знала что у них там мальчик есть который брат старшего валюша он уже на том свете мне не сказали крещён он не крещён и потому что это не спать не могу как зовут ничего не сказали представляете вскрыли целого человека целого человека который родился 40 лет назад и которому уже 40 лет не от не 40 ему лет подождите сколько ему если наташки 40 скажем и может быть дней так больше чем 40 ну в общем там 25 ну в общем и и причем это мальчик и ведь было же какой-то дух почему они так расположились к моему артуру который пришел знаете вот с небес прилетел он только прилетел месяц как прилетел с это вот из сша и вдруг они знаете выложили ему на блюде целую целую дочку которую о которой заботились всей семьей 19 лет нет вообще просто не представляете потому что все началось именно с девятнадцатого года с девятнадцатого и вот буквально через три месяца начался ковид потом вот умирает свекровь моя это артур еще тут был а потом вот это вот открывается вот эта штука 6 августа это ровно через шесть месяцев как землетрясение вот в турции вот она уж была на мою святую на день моей святой а ксении петербургской я просто говорю что аксения петербургская смотрите она когда при жизни была она была ну вот с виду такая худенькая маленькая очень симпатичная в молодости и некоторые дети там над ней насмехались и так далее вообще они же не понимали глупые дурные тоже как я там насмехалась в молодости но взрослые люди понимали теперь она перешла она же живая и она святая и просмотрела церковь проследила 50 или 70 лет и назвали ее святой а теперь когда она святая когда она ангел простите меня когда ангел у нее уже нету этого вот мужского и женского пола и сила которую господь наделяет он пожалуйста как может этого землетрясения только это не наказание это может дьявол со своей армии вот вот это вот это может господь иисус христос идет а там же сколько чудес произошло сколько там произошло чудес то люди находились под завалами и детки находились под завалами и говорили что они женщина приходила и ангелы приходили это приходили и оранжев там не турки жили там не турки то земля николая угодника а когда николай угодник жив сколько раз я уже рассказывала 1700 лет назад потому что как раз он был когда 318 они 318 епископа собрались и противостояли ереси арии а арии был при чате какой умнейший мужик а кустово стих ум с того умного как и разу как смирнов умный умный он не рассказывал этот вот он это которая москвич из аргентины в гради тени я видела как только он не сказал что он был этим вот гитлером его реинкарнация была гитлером все все тут же у меня такой дедушка гриша концлагерь все сразу пелена упала дедушка гриша концлагерь рабство вы купили его представляете человек который вот раньше лет сто назад не 100 150 на руси вот сказки сказка про огниво солдаты их забирали на 7 лет на 7 лет солдаты даже если женат был забирали его не было семь лет представляете служил семь лет как он такой на семь лет а у меня у деда гриша и так получилось как раз вот как раз сто лет назад потому что он попал как раз вот по возрасту он родился в такое время что вот попал на финскую а потом бахи началась вторая мировая а он уже опытным был он прошел финскую и его оставили поставили танкистами не просто а вот командиром бригады и вот вы представляете человек горел два раза в танки два раза это должно быть записано в архивах мой дед царство ему небесное горел два раза в танки то есть я рассказывала допустим кому-то я это вот все это мой мозг знает но если даже я знаю человека я не успевала ему все рассказать у меня многие друзья у меня муж это не вообще не знают он не понимает насколько я ему не говорю она вы не касается знаете пока его лично не окачнется вот это теперь каждый раз когда он видит вот такую стеклянную и сразу вспоминает тоже сегодня я говорю сегодня ровно вот три года три года три года как вот господь тебя поставил просто защиту и охрану защиту охрану 6 августа сегодня у виктории федосеевна и день рождения у виктории все битой называю знаете вот вита такая вот вита а меня же я никогда ей кажется не рассказывала я не рассказывала сколько я помню у меня же огромное количество событий она не удивлялась она не удивляться она меня понимала потому что у него самой родственники попали в ту секту виссариона вот скажите в одессе если я мне господь узнать и я прошу у господа работу и мне дает мальчика на все лето 2005 год и я работаю с мальчиком артема вот все лето и потом мне его мама предлагает это было просто летний контракт на нам не говорит вы пойдите скажите вы обманите наталью викторовну это фирма наталии в одессе очень многим она помогла эта женщина православная и даже не знала что на православное я просто вот знаю что она вот со своим мужем буду организовали эту фирму и мне вот посоветовали цинцари потому что они вот там находили вот эти вот с усатого я вообще не знала вот я когда стал искать 2005 работу когда мать умотала в этот теперь меня бросила вообще с ребенком 13-летним у которого не было в проблема у меня артур был жутких проблем и в жутких проблемах жутких проблемах потому что его затянуло дурная компания высотого дурная компания жуткая компания жутко а не просто бросила просто выкинула наверх выкинула ребенка просто на улицу сказала забирать велосипедов так вот и мне то мама артема а предложила говорит вы собрите наталья виктором не в этом увольтесь а я значит вас возьму и будете дальше работать игры я не буду я говорю я очень благодарна я не смогу а вторая женщина вот которой я познакомила которая вот надя которая ходила вот в эту церковь а пятидесятническую из которой я потом рассталась вот я ее пригласила к себе жить то есть я знала уже что она с этой вот с подлянкой то есть она на два фронта она с подлянкой было за это кается надо если эту встречу надю я обязательно и скажу и посмотрите потом это подлянка вылезла вот там вот была вот а форточка дьявольская которую я видела то нечистоплотность здесь вообще дело знаете то можно себя бить в грудь и кричать я верующая верующая а вот подлянки то есть ей это же женщина тоже самое предложила и надя уволилась уволилась и пошла к ней работать и что вы знаете потом не сложилось потом все равно значить она ту работу потеряла и на я надю никогда наталья викторовне не заложила что она предательница вот что она вот вот такую вот штуку сделала гадкую потому что я отказалась я говорю я не могу мне люди эти помогли они мне дали работу я пошла к наталье викторовне я не заложила что вот этого маманя сделала вот такое мне предложение неприлично а это доеду в одессу если наталью викторовну найду обязательно расскажу вот а потому что потому что это нужно рассказывать потому что иначе люди не будут каяться потому что вот у мамы артема у нее мама рака была больна раком было больно вот представляете вот недаром все это вот 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 эти вот раки болезни и так далее а люди даже не понимают они даже не понимают они даже не понимают вроде бы такое ну подумай что только сказала вот если они так привыкли знаете вот а мне это завоняло завоняло потому что я не захотела предавать человека который ко мне со всей душой вот наталья викторовна я не не захотела и наталья викторовна сказала не причем мы тебя найдем работу и стала искать предлагать не сама своих а я беру отказываюсь я беру отказываюсь эти чувства не мою я иду туда и не могу не моё там просто на детьми издеваться я говорю я не могу я не могу я не могу она на меня разозлилась тоже из его я дала мне свою помощница тамаре мари петровне и говорит оксана вы эти вот вот вы знаете сильно ночью обиделась на меня и а я же еще иисус христа не знал я не знал я говорю господи ты меня видит я почувствую я почувствую где работа твоя и тут раз и мне тамара петровна или тамара петровна кажется вот господи спасибо за нее за ангелов она меня вызывает на собеседование виктория федесеевна виктория федесеевна 27 сентября я уже пошла первый день на работу должна была 26 а виктория федесеевна она у нее есть одна вот форточка форточка для для рогатого она суеверный человек она вот 13 числа боится и она мне говорит не 26 санечка не 26 не 26 поделить пополам это 13 нет вот и я никого не осуждаю то есть она мне горит 27 поэтому я так число то запомнила 27 сентября стала работать причем официально она 1 1 месяц или 2 1 1 месяца на меня на меня даже дом не показывала свой делать я бы работать в другом доме меня держать показывали другой то там где дом ее мамы царство небесное катерина васильная ее душе мой человек она учительница по математике математика это все чем я бредил от математика математика вот мы так вдвоем и мучили нашу ездокию которая на меня так смотрела как можно не любить математику как может и такие как можно не любить математику математика это все и такая светлая голова у детей такая светлая голова какая голова может быть это вот если бабушки девушки головы светлые и месяц они меня вот смотрела виктория федосеевна потом привела уже в дом где я вот постоянно а потом где-то через два месяца на меня выкупила то есть представляете так как бы опять рабство то есть да и там есть вот по закону такое вот наталья викторовна было то есть если вы хотите один на один вы выкупаете вот вы платите это конечно вот это не хотела вот эти деньги платить мама артема вот она мне предложила вот такое вот и такое вот недостойное предложение и надя согласилась надя согласилась и в конце концов надя проиграла вот проиграла битву но не проиграла сражение но не вот не войну я имею ввиду потому что насколько я знаю надежда перешла из протестантов перешла православия вот дальше бога свои пути мне форсировать не надо это я думаю но мне и говорить надо я сейчас прошу господа прошу господа прошу господа прошу господа научить меня выражаться чтобы до людей доходило потому что знаете у меня как бы крайняя мера вот такое вот люди себе привыкли вот они живут знаете вот у нее такое диаса все спокойно потом кивахи знаете вот такой закон пришел и шандарахи они такие в шоке ну вот например вот как я даже это не то но смотрите возьмем стенка комаровым и возьмем с наташкой коврига которая танька в реальности и если посмотрите он же меня ударил беременную и залепил мне вот пощечину причем он так пощечину полевой залепил он же мне в глаз залепил и для меня было такое вот руку поднимешь и все ты для меня умер так я ему там и говорю а ты для мимо умер а он же мне залепил из-за того что я ему сказала что ты этот вот проститутка в штанах вот вот после именно это проститутка в штанах но смотрите если я говорю ты проститутка в штанах или к образе только в штанах вот вот этот тон который мне может говорить сменить ньютон ньютон ребята если я выросла знаете вот ну как бы он такой весь его там баловали вот пацаны они делали все что хотели а мама не усмиряла папа не усмирял то что такие мальчики мальчики а там мальчики у них будут в семье у моего мужа мальчики делали все же хотели нам сюда терпела папа где-то там лазил эти вот ну насколько я поняла там другими женщинами в общем искал их удовлетворения вот а шо мама душу маму маму их просто любила маму их не усмиряла а я пилюли давала и артур давала пилюли эту водка вот как меня знаете такая но и и и пряником тоже я поцеловывала очень сильно если меня мать не обцеловывала и не обцеловывала не жалела то где-то в чем-то я может быть то есть у меня насколько и настолько была искалечена вообще никакого знаете кого-то с нуля даже с минусов начать поэтому я училась у других людей которые с нормально вот в башке у них нормально вот сегодня я читала комментарии на одного священника на батюшку там женщины говорят что-то он говорит что значит на женщин все типа валит а это все мужчины а если женщине добровольно приходится выполнять роли то мужчины это вот отдела ребятушки добровольно вас кто-то просил это брать вас кто-то просил потому что пишут только сильным мужчина и женщина может себя вот чувствовать спокойно а если он сильный кобель дальше что а если он сильный и игрок сильный какой 7 в чем здесь дело в голове как не бабушка сказала во сне и когда я видела тут вещи сон когда я-то спрашивала бабушку от чего ты умерла но делать было не в болезни это уже был результат рак вот там же я думала а как же это будет совместить мать сказала что у нее рак но эти вот там по-женски а бабушка гореш его дело в голове дело в голове дело в голове дело в голове вот когда изнутри не волосах а вот что внутри и на сайт in сайт инсайт хотя моя мать говорила словами говорила неважно что там на вас неважно главное вот наш ваша внутренние а сама этим не жена сама на втихаре мясо ела вот моему мужу врала мясо кушать нельзя нельзя это трупы ты еще вас кушаешь труп представляет представляете вот такой говорит и кушаешь труп растите меня но когда вы отвечаете иисус воскрес воистину воскрес всего что если я помолилась то что заходит вас то что я помолилась бог освещает и если моя невестка пятницу мне прислала видео что дети которые там вот а папа гулял до женить были скажи спасибо что он женился вообще на тебе а вообще как это в башке вообще можно сказать такое вообще подумать господь уже коснулся он уже коснулся он уже благословил он уже вдохнул жизнь и нечего баба еще с ума сошли бабы дуры бабы дуры я была дура и надеюсь я уже не дура дура это значит с испанского твёрдая дура дура помните как действие мы сняли тура дура ты урод и урод и проклятая у меня 4 дуры а ты дурак это я я штучки любила и да такая артистка была я себе придумала новый ник но попринять его не могу на шапке меня там написано сейчас я поменяла на майские как майский ветерок вот все никак не могу определиться второе меня желание поставить h2o h2o это вода будет просто не писать вода душа мне многие учителя говорили оксана это вода или что а потом нет это не вода и когда они его дослушивали до конца преподаватели реально понимали здорово иди ко мне на компьютер у меня другие планы я вы родилась воскресенье как я начала я девушка такая праздник сегодня данилу говорю я родилась воскресенье а сегодня это вот и господь иисус христос воскрес воистину воскрес кто первый пришел и видел мария магдалена а вчера я сидела вчера ли позавчера я сидела с этими яйцами ровно год назад я говорила именно фразу я сидела в этой кофточке там не несколько видео поставила вот я рассказала про вот а это бы было дело в том что моя бабушка таня у нее взорвался самогонный аппарат и у нее была жуткий ожог жутчайший ожог у нее на руке вот так вот она годы мучилась годы мучилась значит так она где там она там специалист была по этим вот гнать самогонку и она была специалистом по вину они вдвоем гнали самогонку в общем прям на даче там на степовой взорвался самогонный аппарат это все на нее я все обожгло я не знаю кто я там нашел потому что там этих вот она там лежала общем у нее был слушайте по степени кажется третьей степени общем она так мучилась она столько мучилась потому что ей у нее вообще кожа не приживалась другая ей пересадку делали кожи вот с трупов и ничего все отторгалась и потом не делали убрали с 5 точки с ее ягодицы и вот у нее прям куски вот так вот на руке то есть по руке я бы узнала что вот эта рука моей бабушки вот жучайший я уверена что дети ее вот внучки а внучки никогда не видели они понятия не имеют что там было я думаю игры не знаю потому что я это знаю я это свидетель вот когда вот 6 до 12 вот это произошло и еще там дедушка и в этот вот в подвал падал вот спиной там то что-то было потом вот это вот вот этот взрыв был взрыв от самогонки а здесь почему я предполагаю почему взорвалась эти года назад я переписку вела с этой бандой миссариона люди там настолько зашуганные там настолько их запугали что они даже боятся думать плохо вот на этих бандитов на этих руководителей на этих волков а я у меня не было возможности с ними переписываться ну не поеду же я в сибирь зато я когда сюда приехала и когда путин арестовал вот ту вот банду началось расследование вот и я стала вести переписку а потому что те стали скулить какие мы хорошие а я стала говорить вот всю правду все что знаю что это еще мы выбрать покойный был жив вот а сейчас кстати за каждую субботу люди помните каждую субботу если у вас не кто-то кто-то умер а что если любимые писатели есть конечно посоветуетесь батюшками можно ли это делать например сегодня и утром слушала песни владимира высоцкого про войну про войну все кто скажут какое-то кривое слово на владимира высоцкого серьезно готова кинуться вы знаете вот как львица или вот это я прошу господь дай мне нужные слова чтобы я не кидалась как львица потому что недавно этот вот я ставила обычно вот когда рассвет 2 дня назад встречала с мужем и там про мост и один украинский я не знаю там написал мне этот вот и вот этот мост надо бомбануть я потом написала мужик течу это моста в сша вот этого 2 а вот этот может надо тоже бомбануть и значите слабо украине и я написала мужик ты вообще это ты читаешь кому ты заходишь на этот вот на страницу это сша вообще-то мост сша вот в таком плане и смотрите потом я удалил этот комментарий и себе думаю слушайте ну мне знаете вот господь он явно хочет во первых он сюда пришел 2000 лет назад для того чтобы спасти всех абсолютно всех вот пришел момент когда иисус христос для чего он пришел и не надо его разделять с отцом и святом духом святой дух он был вот в самом начале иисус христос и отец бог отец и он пришел а сейчас начинают выделять отделять только иисус христос только иисус христос ребята а куда вы задели святого духа а вы каким духом говорите а если я вижу вот лицемерие прошлом невестушка мне говорит это лицемерие покажи мне где ты видишь лицемерие в чем лицемерие потому что агрите вас ненавидят я буду что 8 миллиардов меня ненавидят или рамазан говорит а все там в аргентине знают а кому-то много дела да да вот вот до аргентины посмотрите иисус христос пришел сюда он хочет спасти и рамазан и того исти гарибию и его детей если я начала вот кстати эта баба очень злая жутко злая я ее не знаю она меня ненавидит ненавидит вот как дьявол ненавидит бога вот и как дьявол все копирует у бога и пытается доказать что мы люди жуткие твари жуткие твари а вот такие такие она пытается доказывает а пытается меня нам тюрягу посадил как иуда сказал повел стражников на этот вот гефсиманский сад и заложил своего бога которого повели на распятие так и здесь получается смотрите она меня не зная и я и вообще они не знала я ничего ему плохого не сделала я сейчас только стала говорить три года только три года стала говорить что он альфонс что он крышевал публичные дома то есть это никак на него лично на его работу него не на его детей и смотрите он уже его дети выросли он уже старый козел старый вот мне 53 ему за 60 то есть если даже вот пришло время ему сесть в тюрягу дети по ним плакать не будут потому что у внуков уже есть дети здоровы а у меня дети маленькие 12 и 13 так вот она появилась у меня на странице говорит а зачем ты льешь грязь на него а я имею право я прожила с ним я его знаю пять лет знала пять лет четыре года четыре года он со мной и с артуром жил и нам давала обещание обещание мне давал издевался над моим ребенком и я буду говорить потому что я раньше не понимала что это унижение что это физическое унижение что это альфонс и поэтому сейчас я я знаю что это поможет женщинам что нем не сильный мужчина нужен а прочистить свой мозг мозг прочистить потому что может вам как вот сказал фильм остров а можете вообще вот не судьба замуж выйти куда ты несешься чего ты несешься надо научиться говорить нет нужно научиться отделять плевела плевела от пшеницы если вы уже на какой-то и не надо забывать наоборот нужно подумать прочистить богу обратиться к святым и святые у всех есть святые ирина означает мирная там есть святая ирина какая она мирно смотрите она мне доказывает вот я развелась с мужем с бывшим мужем который педофил рассказываю я развелась двухтысячном году потому что мне смирнов сказал что этот педофил никто не видел никто не видел и здесь мне доказательства вот я сможем со своим вот сейчас стивеном живу у него в семье у него в семье у этой у старшей дочери там на на той стороне есть мужик абсолютно молодой который сейчас сидит в тюрьме и у него трое детей и жена учительница никто бы не сказал а доказал суд что он педофил что он педофил и он занимался спортом вот сашка тоже спортом занимался этот вот мажуга если артур мне говорит что значит что тот что-то там сделала досмотрите когда мне мать пожаловалась 2004 году что ее обижал вот ее головой об стенку бил этот вот ударил мужик с этой с их не секты и она от него сбежала вот и вот вася и что у нее там что значит на лице что он ее а батарею бил причина случайно узнала что я убирала и нашла заявление и в милицию и агрот шо правда рит правда и горы и она говорит я вот он меня здесь нашел это вот моментально он позвонил он когда звонил я забрал у нее трубку моментально я молодая девушка здоровой бабе которая мне мать и я ее защитила я говорю ты сюда только сунься я тебя сама я за мать я за душу я за мать тебя за душу и мне неважно что она там тебе делала за то что ты там ее ударил это просто за душу не арту в прошлом году сказал что я бросила хорошего а папу я говорю артур а значит он меня два раза записал на аборт а он говорит а ты же говорила что только ударила он не только ударил еще два раза записал на аборт и все равно я не держу зла на него потому что иисус христос сюда пришел чтобы всех абсолютно спасти чтобы всех абсолютно спасти и смотрите о генри писал все вот эти вот 11 томов мой любимый один из моих любимых писателей в тюрьме если вот это вот рамазан хочет меня засадить меня и и мужа потому что мы же вместе он она же говорит о тебя муж и значит узнать ему будет очень интересно узнать и всем остальным да уж узнает он знает и этот вот и полицейский все знал он знал как меня мать бросила вот в 7 лет на я полгода сама жила он знал как это вот интересно вот они там сильно веселились им там сильно весело как девочка маленькая в семь лет плакала полгода что и дедушка пьяный приходит вот этот вот герой второй мировой войны приходит и выкручивает пробки и она бедная плачет сама и молит а где моя мамочка а где моя мамочка потому что у меня нету света и я привыкла жить темноте я никому не жаловать никому вообще не жаловалась и мне учительница по первым в первом классе с ростой влепляла стройки потому что у меня у меня света не было чтобы просто писать я сентябрь октябрь у меня не было свет уже я весь день игралась вот после школы веселилась этого это вечером приходил уже было темно и мне не было свечка свечки не было свечки не было алма тронушки вообще и свечки не было вот кто имею помогает в матронышке представляете какое читая чистая душа была так что он не смотреть на на силу какую на силу какую какое сильный мужчина у меня самое вылетевное мужчина если он к обили они кабеля ки дадил они в них вообще не в них дела в голове и в мужчины и у женщины особенно у женщины потому что не даром не даром рогатый приполз знаете вот к ебе подполз и там вот стал она не сказала поэтому уже спрошу нет она не сказала у нее был муж у меня не было детей у нее был муж она не сказала я пойду мужа спрошу рогатый никогда ему пополз значит господь что-то вложил там адаму вот это вот пьера логика сплошная логика они так как вот у женщин это господь знает что делает и не надо драться с друг друга и плеваться что это ты виноват это ты виновата подождите меня вот у меня муж плюется плюется я могу говорю а ты чё ты вот стечу ее нет не отрубил вот это вот это чё интересуется молодыми девочками ты вообще но не интересуется ничего обо мне не знает так мало знает сегодня я на говорю это правда что вот и техас и отделяется и вообще они это штаты техас не признает этого президента американского что это вот может выйти из 50 штатов и будет 49 такой выйти он вообще не знаю он не знает он понятия не имеет угрыд я не знаю я только знаю что они там через реку значит вот проволоку прокладывают а им джо байден запретил потому что нелегалы все переплывают реку и приходят и защите за этот вот из-за демократов здесь все же они дели нелегалы имеют право будут голосовать и так далее и вот там они как-то получается документы в общем чем больше приезжают из других стран и не разбираются в этом вот тем больше за демократов и страна вот экономически разваливается но это смотрите страна не спасает то есть если сейчас вот это сша вот как страна это же неизвестно будет ли она еще страной сша допустим через двадцать через тридцатых я еще 50 лет проживу а вот сша уже не будет или вот я уже сколько раз бы говорю про югославию было югославия нету югославии другие страны спроси у валентина на понятия не имеет зато она лезет куда-то там за 600 лет а вы знаете что одессу не одессы звали а ферсон а вот это новороссийск вообще слышала ты знаешь у одессы вообще здесь не было вот какой первый университет мечникова это был филиал от новороссийска вот то есть вот эти вот вот отсюда она даже не знает и не копается вот куда-то заносит ее туда и я говорила вчера за поколение которое другое поколение не не за молодежь я имею ввиду а вот те которые а если раньше вот мое поколение уважало старших те которые вот сейчас 40 летние вот как наташка никакого уважения а ребята но серьезно никакого уже не не у нее не не у валюхи и вот эти вот то что и раз эти вот с мужем уже вот в джорджи джорджи интересно до стали родная родина кавказ и он как-то следит зовут за молодежью живут за играть еще за ними следишь игры ты обо мне ничего не знаешь чего тебя и ирка меня заблокировала она меня вообще не знает валиушина сестра меня заблокировала то есть один за всех и все за одного я наташке высказала а у нее бахи меня ирка отрубила хотя я ей ничего плохого не сделала я такая вообще не поняла чего выводят не ничего не выяснялось а ты вот я вообще даже понятия один раз пришла к ней с конфетами этим вот и она там рассказывала о валюхе во первых она мне полный игнор она мне даже не сказала спасибо за этот вот я выделила ей внимание время пришла туда высушила как она там сказала они же не спасены в общем ну за как она там унижала других людей они там что-то с вами беседовали ира как старшая на два года и говорит не хочешь они же не спасены вот понимаете вот это вот она спасена на нашу святая у нас святая есть у нас святые у нас протестанты уже святые вот то что я не знаю где были родыки вали и иры но вот они воспитали вот протестанты их как они уже святые еще и так как дмитриенко всехbutt 왤λέха мне прислала как этот вот вот этот вот бред то что дети у нее не святые тоже она не хочет иметь детей уже потому что они будут не светые понимаете вот не святые все уже заменили библию мечтаем псалмы давид уже все он уже у нас равняться на давида не надо за давида она за своего брата вообще не обращает внимание просто она даже не слышит но даже не слышит у них это давида него задавили задавили они выдавят и давят и давят сами пьют а вкусненько ему говорят и воды и пошел вот вот мальчика так понимаете ему уже там 9 10 лет я приехала туда я была в шоке просто в шоке как себя ведет вот эти вот девчонки о которые даже вот за три года какая у меня претензия она даже не умеет заштопать она даже не умеет зашить артуру вещи артур ко мне приходит горитман ты можешь пятно вывести я вообще в шоке да конечно или взять за шить я уже ей дарил эти вот знаете вот набор и целый по вот там штопать иголку в руках девчонка не умеет держать вообще не умеет ну вот он ко мне приходил вот это вот вещи я на том же что пола совсем недавно пиджаке мы сделала он был без пятна в этом помятые все и за этот год но это их не личное дело это их не я личное дело теперь второе она зато вот я задумала за три как она нога как он мог потерять работу это потому что на что при ревновала там же девочка девочка какая-то стала к нему я не знаю что беседовать не беседовать и валюха постоянно ему звонила постоянно звонила и вот мне рассказывала что там вешаются на него ему и не разговаривать ни с кем не надо но паранжу одеть на пацана вообще ну смотрите тогда вот он уволился вот он уволился он сидит возле нее вот он сидит возле нее это ихняя это ихняя семья но пусть она только мне вот скажет что дети что-то против моих внуков что они типа не освящены все аж чему прикасается иисус христос отец индус святой это все освещается если она дура пусть умнеет если я была дура так я наконец-то стала уметь умнеть мои 54 года потому что смотрите по плодам смотрите по моим детям если меня засадить феррагу ну вот меня естественно мужем нужно вернуть к рису пойдет первый потому что он же знал об этом и туда же я прихвачу прихвачу того шести гариби потому что это он прижил он привел вот этого это его дружба вот мужей которые значит у меня там вот тут вот был брак вот в аргентине это товарища тигариби он его привел я вообще не знала я его не знала мало ли кто ему что сказал офицер полиции мне привел потому что я просила его жениться его лично грызь мы с тобой спим женись на мне и он два раза просквозил он два раза обещал да и не приехал я ждала на углу два раза обещал и потом два раза он не приехал мы должны были ехать подавать заявление с кем он спал со мной а привел товарища своего чтоб тот нам не женился вот и пусть они так смотрите это же не просто товарищ со стороны это не просто человеку знаете вот просто вот человек это человек который работает на государство на государство полицейские привез своего дружбана а я кто я просто просто иммигрантка просто иммигрантка так простите это что там причем он потом не стал угрожать это уже когда вот смотрите я это уже было через четыре года когда я уже привезла артура когда мы уже три года прожили он мне стал угрожать я прекрасно это помню естественно я все это расскажу естественно он ничего врать и это буду рассказывать а вот это вот ира рамазан совет библии написано не трое и не нейрой другому яму сам не и попадешь сам не и попадешь но если она говорит что меня взрослые какие-то ненавидят а я им что сделал я ничего не сделала я ни с кем больше с ним я спала вот только только имела персональные отношения интимные с эти гариби и с этим вот со смирновым все со смирновым я прекратила потому что он сказал что он гитлер все до свидания до свидания с этим вот с этим полицейским я прекратила когда в первый раз когда его бросила когда пришел смирнов и сказала мне что этот вот вот и ты ты грешишь против вот против бога вот вот в таком плане у вас не любовь у вас похоть и я подумала да это правда это правда я сказал асти гариби до свидания до свидания и вот так вот я осталась со смирнова пока вот на полгода пока он не сказал 2000 году что он значит перевоплощение новая реинкарнация этого вот гитлера к три дня назад по пару дней назад этот вот обойду наш президент сказал у меня есть видео будет мне плевать если вы считаете что я реинкарнация сатаны я сегодня мужу это показывала на полном серьезе то есть вот эти вот реинкарнации это все не шуточки это все идет от буддистов это все идет вот от и индуистов они все верят в реинкарнацию поэтому я вам советую а спросите а кто вы а вы кто а вы кто потому что евреи они вы четко говорили а я спрашивали этого илана крестителя а ты или я иисус христос он же а когда говорил последние слова на кресте на кресте говорили о илию призывает илию призывает илию призывает так я на пока остановлюсь потому что же час я его залью так сказать фразы я установлю потому что потом два часа на если двухчасовое видео не хочет устанавливаться это я ставлю все для себя если вам было интересно я буду очень рада а для меня это как дежавю